Файл и Юдович, два известных магий сыграли. Д4, Д5, С4, Е6, конь С3, конь Ф6, конь Ф3. Какой дебют? Ну, тоже Федоровый Гамбит. Д4 дебют, нужно определять Федоровый Гамбит. На конь Ф3, черный сыграл С5. Это уже получается защита старшего, как бы угроза, в ряде Федоровый Гамбит. С5, последовало С5, 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 К4, Е5. Здесь белые сделали рискованный ход, они пошли коням АВ5. Ход, поскольку мы решили, надо по вопросу. А черные параметры, они коня А6. Чем я сделал? Как я не знаю, на черного выиграть? Нет, так, нет, а так. Ничего не даст, потому что я с 7-7 сделаю, а на шаг я заборожусь. Я с 7-7 сделаю, а на шаг я с 8-7 сделаю. Ну, что вы не сделаете, как вы думаете? Как я вчера могу играть? АВ5? Есть, конечно. АВ5? Ну, подумайте. Слой Е6. АВ5 можно играть? Вон, ну, четыре, пять. А еще на В6 коню? Слой 5. А? Слой 5. Или пешкой пешкой. Здесь я поднимаю 6 коню. Вот сюда, поднимаю на что? ЖН плохо, потому что, если АВ я поднимаю сюда, и вы поднимете пешкой, то я просто меняю друзей, потом беру пешку с шагом, и вы получили бомбиру. Понятно? Да, может, тогда слово. Поэтому, как раз на это и рассчитывали белые. Можно слово В4 может быть? Слово Е6. Тем не менее, АВ возможно. Или вы в эту заключенную ловушка, которую черную приготовили дома, а белые не попали. И что мне сделают? Коня В6. На коне В6, да. Слово Б4. Слово Б4. Ну, так и было, как сейчас вариант. Вот, секундочку, не спешите. И как на черном оба выявляют? Слово Б4. Нет, шаг. Теперь, если ферзер берет на В6, не пешкой, если пешкой берет на ферзер, тогда мы поняли, разберут ферзер, белые берут на В6, ладью, и все черным плохо. А теперь, да, теперь, собственно, сего еще. Потому что на основе Д6, посетовал в основе И4 шаг. Ну, и теперь отыграли ферзеры. Слово Б2, первый Б2. Тиже. И, ну, здесь важно, что черные фигуры. Словно конь остался, а у белых словно, ну, там, подголадеет. То есть комбинация, которую черные задумали заранее, а конь Б2-5, такой противоход, который очень хороший был. Продолжение следует.